Всем привет! С вами Нахама Синвани. Сегодня записываю для вас, наверное, один из самых интереснейших роликов. Что же ждет нас в 2022 году? Во-первых, следующий год начнется очень креативным. Мы почувствуем неопределенное облегчение, мы почувствуем возможность реализовать свои идеи с необычным подходом. Мы почувствуем большую волну любви, влюбленности, поэтому начало года очень будет хорошо для начала новых отношений. Если вы уже находитесь в отношениях, то эти первые три месяца позволят вам укрепить ваши отношения, подумать о каких-то романтических путешествиях, о каком-то прекрасном времяпровождении вместе. Также вот этот порыв креативности поможет вам увидеть, в какую сторону направлять ваши идеи, как начинать их в первую очередь представлять. Это еще не время, чтобы делать и действовать. Это больше время о том, чтобы задуматься, как начать создавать эти идеи, где вы можете их сделать совместно с командой. Общая картина всего этого года несет собой сдвиг в нашем сознании. Для каждого из нас в этом году будет возможность проявиться еще больше, обратить внимание на кто находится вокруг нас, обратить внимание на то, как мы взаимодействуем с людьми. Больше внимания на то, что каждый человек, который находится вокруг нас, он имеет важную часть нашей жизни. Мы можем делать что-то одни, мы можем пытаться создавать что-то в одиночку, но успех, удача и результаты придут только, если мы начнем работать вместе с другими. И особенно в этом году обратить внимание на те, которые кажутся слабее нас. Потому что, может быть, они недостаточно верят в себя, может быть, у них не так получается. К середине года, пик этого года, мы почувствуем больше напряжения. Особенно в России будет определенное напряжение, непонятие, будет сложно договориться один с другим. Это будет продолжаться примерно с середины июля до сентября, до октября. Поэтому это не время для принятия важных решений в нашей жизни, а быть более спокойными, более терпеливыми, продолжать делать то, что мы начнем в начале года. Интересно то, что обычно многие из нас в январе берут длинные отпуска, уезжают, чтобы наконец-то отдохнуть, потому что многие из нас в декабре работают очень тяжело. Я тоже, как астролог, могу поделиться с вами, что в декабре последний месяц вдруг все вспомнили, что обязательно нужно сделать карты перед Новым годом. Поэтому хочется в январе отдохнуть. Отдохните себе недельку, максимум полтора. Эти три месяца, они очень важны в вашем развитии в этом году. Как вы начнете этот год, как вы позволите себе проявить ваши мысли, проявить ваши идеи, и определить, как будет выглядеть ваш год. Первая половина года будет более благоприятная, вторая половина будет более напряженная. Во второй половине мы все почувствуем о том, что нам нужно доказывать себя, нам нужно доказывать свои идеи, нам нужно постоять за своей идеей. На самом деле нам не нужно будет это делать, если в первую половину года мы научимся работать со всеми. Сатурн, который второй год находится в знаке Водолея, это про людей. Это про то, что Вселенная толкает нас всех учиться работать вместе. Не важно, какой у тебя статус, не важно, какой у тебя опыт. Даже школьник иногда может подсказать решение какой-то задачи, которая будет эффективнее, быстрее и приятнее для всех. Поэтому первая половина года учиться работать со всеми, учиться видеть человека с его самими позитивными качествами, возможностями и быть очень терпеливыми к другим. Особенно для тех из нас, которые огненные знаки, которые обычно очень нетерпеливые, когда это касается реализации какой-то задачи. Потому что для огненных знаков иногда проще сделать самому, чем быть более терпеливым к другому. Но в том-то и есть красота, что креативность в создании какой-то одной картины каждый вносит в свои краски. Каждый работает своим темпом, но конечный результат, он прекрасен. Позвольте своим идеям, своей креативности раскрыться. И чем больше вы работаете вместе, тем больше она раскрывается. В середине апреля будет пик этой энергии, где планета Юпитер, планета Расширения, которая находится в сострадательном знаке, бескорыстной любви рыбах, соединится с планетой Нептун. Планета Нептун — это про духовное развитие. Поэтому если вы еще не нашли опору в какой-то духовной практике, это самое время. Для того, чтобы четко понимать, как ваши цели приведут вас к глобальному изменению. Как говорится, если ты хочешь изменить мир, начни с себя. Это говорит о том, что мы все можем поменять мир, когда мы будем больше отвечать за то, как мы себя ведем. Потом планета Юпитер с Майя переходит в Овен, и вот тут нарастает напряжение. Потому что тут нам захочется немного выскакивать вперед, доказывать себя, доказывать свои идеи. И примерно до сентября будет такое состояние, где нам хочется бежать вперед. Нам хочется уже показать, что мы имеем, что мы делаем, и что мы уже сделали. В этот период будьте более терпеливы. Это еще не время показывать результаты. Просто продолжайте работать и полагайтесь именно на тот внутренний стержень, который опирается на ваши духовные практики. Медитации, молитвы, мантры, что бы то ни было, у каждого из вас должно быть что-то свое, которое помогает вам сбалансироваться. И потом уже в сентябре оставшее время года, это на самом деле будет возможность подытожить, как мы научились взаимодействовать с людьми. Потому что если мы были терпеливы вот этой средней части года, то в третьей части года, после сентября до января 2023 года, мы сможем начинать уже собирать плоды наших действий. Это вкратце о том, какие процессы будут происходить в этом году, а подробнее уже поговорим про каждого знака в отдельности. Рыбки! Рыбки вообще они... Рыбы – это самый лучший год для вас. Планета Юпитер в рыбах расширяет все ваши потрясающие возможности. Вашу чувствительность, вашу любовь, ваше сострадание к другим. Поэтому если вы уже занимаетесь какой-то благотворительной работой или каким-то волонтерством, там вас ждет только расширение. В этом году, особенно в начале года, вы можете расширить все свои великолепные идеи. Этот год для вас помогает вам творить, создавать. Главное – не бойтесь делать, не бойтесь пробовать, не сомнимайтесь в себе. Позитивный период с 6 апреля по 2 мая, когда планета Венера, планета Жизни зайдет в ваш знак, это позволит вам углубиться в ваших духовных практиках. Позволит вам посмотреть, как вы можете делиться этими знаниями с людьми вокруг вас. Это поможет вам везде. Это поможет вам найти больше гармонии в ваших личных отношениях. Это поможет вам создать больше гармонии на работе с вашими коллегами. Это также поможет вам больше гармонизировать ваш доход и куда вы вкладываете ваши деньги, на что их тратите, что вы с ними делаете, откладываете ли вы их, не откладываете их. Если вы еще не в отношениях, то, конечно, для вас это самый романтичный год. Но обратите внимание, в первую половину года больше позволит себе раскрыть свои невероятные качества, позволит почувствовать себе больше вот этого внутреннего стержня, до которого вы можете опереться, а уже потом развиваться в отношениях, уже потом передавать вашу любовь, вашу поддержку близким людям. Ключевая идея для вас, рыбы, в том, что в этом году все двери для вас открыты. Используйте этот год для того, чтобы рискнуть, идти вперед и позволить себе обрести лидерскую позицию, позволить себе постоять за себя и не бояться своих желаний. Рискните, заявите миру, что вы хотите, а возможности будут раскрываться для вас в течение всего этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok